счастье как здоровье когда его не замечаешь значит оно есть в жизни мужчины наступает как и в жизни женщины пора когда более всего дорожишь отношениями тихими и прочными жизнь ей улыбалась но бывают улыбки хуже слез если ждать минуты когда все решительно все будет готово никогда не придется начинать критиковать и бронить имеет право только тот кто любит хочешь быть счастливым выучить сперва страдать правда воздух без которого дышать нельзя музыка это разум воплощенный в прекрасных звуках я бы отдал весь свой гений и все свои книги за то чтобы где-нибудь была женщина которую беспокоила бы мысль опоздаю я или нет к обеду придавший один раз придаст и второй чрезмерная гордость вывеска ничтожной души древние греки недаром говорили что последний и высший дар богов человеку чувство меры предполагать что другие люди злые это значит признаваться что сам не чувствуешь себя добрым кто стремится к высокой цели уже не должен думать о себе наши недостатки растут на одной почве с нашими достоинствами и трудно вырвать одни пощадив другие ничего нет утомительнее невеселого ума слово завтра придумано для людей нерешительных и для детей я как ребенок успокаивал себя этим волшебным словом тайны человеческой души велики а любовь самая недоступная из этих тайн берегите чистоту языка как святыню никогда не употребляйте иностранных слов русский язык так богат и гибок что нам нечего брать у тех кто беднее нас брак основанный на взаимной склонности и на рассудке есть одно из величайших благ человеческой жизни жалок тот кто живет без идеала кто злится на свою боль тот непременно ее победит кто пожил да не сделался снисходительным к другим тот сам не заслуживает снисхождение характер людской разве меняется каким в колыбельку таким и в могилку не ревнует тот у кого нет хоть бы капли надежды когда разочаровываешься в человеке понимаешь это не он такой плохой это ты относилась к нему лучше чем он этого заслуживал и ждала от него того на что он вообще не способен коле может женщина получасовую беседу поддержать это уж знак хороший правду сказать я неохотно знакомился с русскими за границей я их узнавал даже издали по их походке по крою платья а главное по выражению их лица самодовольное и презрительное часто повелительное оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости женщина не только способна понять самопожертвование она сама умеет пожертвовать собой а у женщин целых три конька с которых они никогда не слезают разве когда спят попрек намек и упрек для женщины нет ничего дороже свободы свободы мысли свободы чувств поступков у счастья нет завтрашнего дня у него нет и вчерашнего она не помнит прошедшего не думает о будущем у него есть настоящее и то не день а мгновенья ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья русский человек любит почивать коле не чем иным так своими знакомыми хороша русская удаль до немногим она к лицу себя любия самоубийство себя любивый человек засыхает словно одинокое бесплодное дерево но самолюбия как деятельное стремление к совершенству есть источник всего великого человек без самолюбия ничтожен самолюбия архимедов рычаг которым землю с места можно сдвинуть слезы это как гроза после них человек становится тише слезы это как гроза и а Продолжение следует...